А в Нинницком округе отметили День физкультурника. 12 августа в окружной столице на стадионе лидера собрались любители здорового образа жизни. Там прошли соревнования по мини-футболу, стритболу и армрестлингу. Со спортсменами пообщалась наша съемочная группа. Запыхались сейчас только с поля? Да, да, да. Кто выигрывает? 1-0, пока выигрываем. Герман Городилов из искательской команды «Спартак» только что отыграл первый тайм с командой из Нельминоса. Пока, говорит спортсмен, удача на их стороне, ведь на поле он играет с друзьями детства, а на трибуне его поддерживает самый маленький болельщик – сын Денис. За кого сегодня болеешь? Я спартака. За спартак? За спартака? А кто у тебя там играет? Папа. Пятилетний Денис, как и папа, мечтает стать футболистом, поэтому не теряет времени и тут же на поле отрабатывает очередной пас. А в это время команда «Спартак» снова забивает гол. Звучит свисток об окончании матча. Счет 3-0. Алексей, сложный матч был? Ну, конечно, сложный, потому что последний раз мы играли в кедах, играли в спортзале, сейчас в бутсах, совсем другое поле, мяч и отскок. Ну, вот сейчас разговаривали с вашими соперниками, сказали, что очень сильная команда, да? Ну, мы относимся к сильной команде, мы давно играем, и сыгранная команда. Единственное, что здесь нельзя говорить о фаворитах, потому что так же все после отпусков не играли, то есть неизвестно кто где, кто как выстрелит, и плюс удача же тоже должна сопутствовать. Удача ребятам «Спартака» сопутствовала на протяжении всех таймов. По итогам игры им досталось серебро. Лучшими в мини-футболе стали спортсмены команды «Нордгвардия». Всего же в игре с мячом боролись 10 команд. Немало желающих сразиться было и в уличном виде баскетбола в стритболе, который от баскетбола отличается размером площадки. Она составляет ровно половину баскетбольной и имеет всего одно кольцо. Стритбол, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру. Среди них и Артем Коробешкин. На соревнованиях в День физкультурника он совмещал роль судьи и игрока. Как у вас соперники? Вы сейчас с кем играли? Мы с командой «Гвардии» играли. Как они? Ну, у нас вообще и на чемпионате с ними тоже соперничество. А так, конечно, было трудно, но мы одолели их за явным преимуществом. В итоге «Дрим Тим» занял первое место. Всего же в стритболе соревновались пять команд. Пока шел счет с заброшенным из зоны бросков в уличном стритболе, на другом конце стадиона соревновались в древнейшем виде спорта – армрестлинге. Одним из участников спортивного единоборства стал Александр Рочев. Хорошая погода порадовала всех. всех спортсменов, и не только в городе. Приуроченные ко дню физкультурника мероприятия прошли и в сельских поселениях. Веселые старты, турниры по шашкам, волейболу, футболу организовали в Оксино, Коткино, Красном, Нижнепёше и Нельмином носе. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.